Приветствую подписчиков и зрителей моего канала Одесса, 10 октября. Закончился весь этот ужас, который происходил по всей территории нашей страны. Эти ужасные взрывы, эти ужасные прилеты сообщают о том, что было выпущено более 80 ракет. Часть, конечно, какую-то удалось сбить силам нашей противовоздушной обороны, но часть достигла своей цели, нанесла удары преимущественно по критической инфраструктуре нашей страны, ну а также по жилым районам есть погибшие, есть пострадавшие. Что касается самой Одессы, в Одессе тревога длилась 5 часов. Тут без преувеличения будет сказано, такого еще не было, такого никто не ожидал. Но на самом деле ожидать этого стоило, почему? Потому что в результате подрыва Крымского моста подобная реакция должна была быть. Я, если честно, вообще думал о том, что может там настолько Путин это зацепило, подрыв моста, что он вообще ядерку какую-то скинет на какой-то из городов Киева или Львов, как там предполагалось, рассуждалось многими экспертами. Вот. Насколько информация сообщает о том, что в Одессе, в Одесской области прилетов в результате данной массовой атаки не было. Над Одессой, в целом над Одесской областью сбили 3 ракеты и 4 дрона. И над Николаевской областью сбили 14 крылатых ракет. Взрыв 1, 2, 2 взрыва. Лично слышал 2 очень сильных взрыва. Прямо вот, прям в городе, можно так сказать. Я не знаю, не хочу говорить конкретную местность, да, потому что может быть этого еще нельзя делать. Два взрыва, результат взрывов данных, вот это было сбитие, я так понимаю, дрона. Потому что гудел перед взрывом, гудел очень сильно такой, как мопед, бензопила. Не знаю, я уже сообщал об этом в своем предыдущем видео, на что было похоже. Ну, короче, взрыв очень близко. Это было максимально близко из всех тех взрывов, которые я слышал с 24 февраля. Я перед этим сообщал, может, дня 3-4 назад, то, что был взрыв очень близко. И возмущался. Но это было максимально громко и максимально рядом. Я вообще думал, что где-то прилет прямо возле меня. Потом поднимаю голову в небо, смотрю, это облачко такое от сбития. Я уже показывал в своем предыдущем видео. Короче говоря, вот такая ситуация. Более подробные видео будут выходить. Сегодня очень много будет информации на всю эту тему. Поэтому не забывайте обязательно подписываться, чтобы не пропускать новые видео. Я постараюсь сделать отдельно, поговорим за каждый город. То есть отдельно за Киев, отдельно за Днепр. Также хотел бы напомнить, что все фотографии и видео непосредственно с места событий я опубликую в свой телеграм-канал. Там и моменты взрывов, моменты прилетов, фотографии с последствиями, с разрушениями, с жертвами. Ну, все кадры 18+, они находятся в телеграм-канале. Я на связи, друзья. Желаю всемирного неба. Хочется верить и надеяться, что больше такой массовой атаки на территорию нашей страны не будет. По крайней мере сегодня, чтобы как-то хоть немножко отойти. Я на связи. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok